Теперь поговорим о основных покрытиях, которые я использую. Основное покрытие фирмы Platinum есть корректирующая поверхность с кальцием. Также есть умные, это северина 5 в 1, но он укрепляет там все такое. Платинум есть с витаминами, ускоритель роста вот из этой серии, плюс, в принципе, вы, наверное, видели. Большая линейка, основа, укрепитель, снова закрепитель, ну, такая вот кома. Нужно обязательно наносить на ноготочки, потому что цветные покрытия все, по сути, могут передать на ногти цвет. То есть ногти начинают желтеть. Я рекомендую всем наносить сначала основу. Во-первых, держится лак хорошо. А во-вторых, вы убегаете свои ноготочки от желтизны. Независимо она какая будет, но лучше, конечно, не совсем уж там дешевую брать, которая 15 рублей стоит. Ну, смотрите на ваш выбор. Какая вам подойдет, вы потом просто к ней привыкнете и будете с ней. Это основы. Верхнее покрытие. Верхнее покрытие. Финель неплохое. Ну, долго, конечно, сохнет оно. И онли. Также... Также быстро сушки. И опять же верхнее покрытие. Сейчас я их вместе просто покажу. Вот они. Вот это все. Так, ну вот, поехали. С Али Хансом. И... Это у нас умная эмаль. Быстро сушки с маслом. Это очень ароматное, приятное. Это без запаха идет. Но опять же на любителя. Чем они хороши? Они увлажняют кутику. Она не сохнет. Но, сами понимаете, образуется вокруг ноготка. Ореол такой масляный. Ну, все легко смывается водой. У них не очень сильное, не очень стойкое верхнее покрытие. Они быстро усушивают и увлажняют маслом. Здесь, чем удобно, то, что капельками мы капаем. Здесь, ну, как обычные, наносится кисточка. Вот эти верхние покрытия быстро сушки. Они идут без масла. То есть, мы наносим на ноготок и сразу он высыхает и глянется. Ну, по плотности хорошие. Быстро сохнет. Вот это мне нравится. Фирма Vivienne Sabo Nactuel. С Али Хансеном, Умольмар. Ну, это плюс фирмы. По кутикуле подбежимся. Чем можно убирать? А теперь поговорим про кутикулу. Есть профессиональное средство Penetral для удаления кутикулы. Его прям за несколько секунд есть. В принципе, для домашних условий убирать. Ну, я пока вам два покажу. Ну, по сути, вот еще третья. В принципе, этого достаточно будет. Все они, состав у них похож. Давай. Состав у них у всех похожий. Это содержат они кислоты, которые размягчают кутикулу. И мы убираем ее либо пушеру, либо палочкой. Есть еще металлические такие штучки. И прорезиненный такой носик. Он сдвигает кутикулу. Это нужно обязательно делать, потому что она нарастает. Ее все-таки нужно убирать для красивого маникюра. Меня больше устраивает деревянные палочки. Она отработала, выкинула ее. И они все-таки мягче к ногтю относятся, нежели твердое вот такое вот металлическое. Ну, а так мастера при аппаратном маникюре убирают все фрезами. Это еще мягче и нежнее. Маслица. Маслица нужно обязательно использовать для кутикулы. Она увлажняет. Тем более мы же моем постоянно руки, что-то там делаем по дому. Масло бывает разное. Ну, то есть вот такое вот. По фирмам я уже сейчас и не вспомню. Это The Body Shop. Ну, тут разные. Это неизвестная фирма. Ну, по сути, они бывают с ароматом миндаля, лимона, цитрусовых. Лучше наносить постоянно их, когда делаете маникюр. Меня больше всего устраивает вот такая пилочка. Она не стачивается, не ломается, не трескается. Раньше меня устраивали вот эти пилочки, но их приходилось постоянно менять. Так как, видите, они при обработке, вот они трещины дают, все, и при опиле постоянно цепляется ноготок пилка выпадает. это вот оно. Видите, я даже доломала ее. То есть, они вот, они сборки. Здесь такого нет. Пилка хорошего качества, помягче, где нет надписи потверже. Хорошо подходит для натуральных ногтей. Пил хороший делает, и они не слоятся. Бафик. Если нужно, допустим, при слоении ногтей что-то там обработать, с краешек, бафик сначала вот этим, более твердым. шлифовщики. Вот из этой серии это Алифлейм. Так-то вроде бы ничего, но она ужасно неудобная. Если только вот эти края как раз шлифовать, вот так вот, да, удобно. А вот этим пилить, это, нет, это неудобно. Вот такие брусочки очень удобные, потому что они не длинные, и забафили. До глянца можно довести. Очень клево натуральный такой маникюр сделать. Есть крем для именно ногтей. Очень ароматно, очень вкусно пахнет. Его втираем вот такой вот щеточкой, губочкой, что-то в этом роде. А потом создаем глянец вот таким бафиком. Но я как-нибудь покажу вам в следующем видео об этом. И из Алифлейм еще вот такое средство для рук и ногтей. Масляное. Очень оно долго играющее. То есть расход у него очень маленький, но увлажняет очень супер вообще прекрасно. То есть три капельки на руку терли, посидели. И мягкая кожа такая прям очень нравится. Ну, я немножко вам покажу свою гамбу. Вот варианты плотных лаков Golden Rose и с покрытием глянец и с покрытием мат. Яркие тона. Ну, такой вариант использования лаков или гель-лаков фото-дизайна. Это тоже в следующем видео. В принципе, на этом, наверное, все. Задавайте вопросы. Я буду отвечать. Буду очень рада вашим вопросам. Подписываемся. Пока! Продолжение следует...